Влетели в поисках лучшие доли. За два с половиной года более трёхсот пилотов российских авиакомпаний уехали работать за границу. Ещё 400 собираются это сделать в ближайшее время. Это может обескровить отечественную гражданскую авиацию, сходится в едином мнении эксперты. Уходят всё-таки самые наиболее подготовленные специалисты. Действительно, учебные заведения Российской Федерации выпускают достаточное количество специалистов для того, чтобы пополнять то, что называется скамейку запасных. То есть у нас уходит много людей, которые готовы стать вторыми пилотами, но они, к сожалению, не успевают набрать квалификацию, чтобы стать командирами воздушных судов. Рынок авиаперевозок в Юго-Восточной Азии быстро растёт. Там спрос на пилотов превышает возможности местных учебных центров. Поэтому готовы предложить очень хорошие зарплаты. В Китае 25 тысяч долларов в месяц. Во Вьетнаме 12-14 тысяч. Эмираты предлагают командиров воздушных судов 15-16 тысяч долларов. Из-за падения национальной валюты в России зарплата лётчиков обесценилась вдвое. В пересчёте на американские доллары они получают сейчас 5,5 тысяч. Оплата за границей намного, в 2-3 раза как минимум больше. Главное то, что у нас нещадно эксплуатируют лётчиков, могут по 2-3 дочи работать, люди засыпают за штурвалами. И при этом больничный брать практически никто не может, потому что после этого будет жёсткая мера, будут проходить анализы, комиссии и всё прочее. За границей есть 3 дня в месяц, когда лётчик, проснувшись, может отказаться от полёта в любой момент, потому что он почувствовал какое-то недомогание или что-то неуверен в себе. У нас такого нет. В советское время была такая медицинская санитарная норма месячная. Была 66 часов в месяц. Сейчас люди летают по 90 часов и более. Экономия на лётном составе авиапереводчики в России с 2010-го стали отправлять в дальние рейсы только двух пилотов. До этого был третий, который мог их подменить. За границей на дальние расстояния летают вообще двумя экипажами. Режим отдыха тоже не в счёт российской авиакомпании. На ближнемагистральных рейсах лётчики работают по режиму 6-1. То есть 6 дней работают, 1 выходной. То есть месяц 4 выходных всего. Накапливается усталость кумулятивная и появляются провозаболевания рана совсем. Прямо у 35-летних уже гипертонии, у 40-летних онкологии, особенно щитовидной железы. Просто массово. Китайские авиакомпании основной контракт, который они предлагают, это 6 недель работаешь, 3 недели отдыхаешь. Все российские авиапереводчики эту ситуацию комментировать отказались. Однако профильный комитет Госдумы уже направил запрос в Минтранс с просьбой разъяснить положение дел в отрасли. Надо вовремя понимать природу появления этой тенденции и принимать соответствующие меры. В том числе меры стимулирующего воздействия. Для того, чтобы потом, спустя несколько лет, не пришлось нам откуда-нибудь из Таджикистана, Узбекистана, мигрантов приглашать, чтобы они здесь у нас работали на наших условиях. А наши специалисты, которые у нас выучились, получили знания, опыт, налетали определенное количество часов. Они вынуждены работать за рубежом и там платить налоги, там проживать, там большую часть времени находиться. Может быть и семьи свои туда вывозить. Зачем мы это делаем? В Министерстве транспорта пока ограничились коротким заявлением. Минтрансу известно о такой тенденции, но речь идет о проблеме гораздо меньшего масштаба. Отток вызван прежде всего курсовой разницей валют. В настоящий момент предложения по предотвращению этой тенденции обсуждаются совместно с АЭВТ. Утечка кадров затронул такие компании, как Аэрофлот, С7, Уральские авиалинии. Продолжение следует...